Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня вторник, 21 февраля. Я вот такая вот голубенькая. У меня на Фейсбуке всплыло... В прошлом году там много-много я ставила частей. И вот я именно в таком вот была... Луки. Вот в таком вот виде. И рассказывала там много частей. Я рассказывала и про Аргентину. Там тема была красной линии... Калейдоскоп. Калейдоскоп из трёх-четырёх разных языков. Вот эти вот... То, что ругательство в одном языке, и не ругательство в другом языке. И я рассказывала это из собственного опыта. Потому что я вот пять лет прожила в Аргентине. Там не просто испанский, а костижанное. И я там много рассказывала. И много рассказывала... Ещё в прошлом году как раз это уже... Какой же это день был? Там понедельник или среда? Потому что один день. Но не в этом дело. В общем, сегодня... Сегодня вот вторник. Православные люди... Очень много, в общем, я думала. Сегодня у нас не было фигурки. И сейчас час дня. Вчера и утром тренировка была. Я вчера ничего не ставила. Хотя много было у меня там разных размышлений. Надеюсь, я не забуду. Потому что я уже заметила, что... Вот я вчера посмотрела. Допустим, там много вот в этих вот... В голубеньком я сидела. Видео интересно. Я одно только глянула. И вот мне самой понравилось. Да, вот в таком плане, что... Знаете, если так абстрагироваться... Да, это всё правда. Всё это правда. Всё, что я говорила. И вот мне интересно пересматривать иногда, когда есть время. Потому что вчера в 6 утра дочка уже каталась на коньках. Потом школа была. Плюс она... Естественно, возраст такой. Вы знаете, 12 лет. И скоро шоу. Это всегда... Навсегда нервы. И тем более у нас и уже Pictures Day были. Это тоже нервы. Что как она выглядит, а не выглядит. Такой вот тинейджерский. И вчера они практиковались. В общем, у неё там и lift up. То есть в группе ей надо... Её поднимают... Прямо на льду. Всё-таки высоко. Ну, вы представляете, я один раз только вот на лошади... На лошадь залезла и боялась жутко. Такая вот... Вот у меня такая паника. Я вообще не представляю, что она там испытывает. В общем, она и ногу подтянула. Я вчера ей пыталась... А массировать она не хотела. Потом ей полегчало немножко после... Ванной тёплой. Но всё равно... В общем, я... Всё равно... Church Cream. Church Cream. Вот этот вот из церкви. Церковная такая вот у меня мазь есть. В общем, я настояла. Ей вчера сделала. Школа. Потом у неё вечером опять была тренировка. Причём это всё в таком темпе быстром. И кушать приготовить. И сегодня я уже кушать приготовила. Через два часа дети придут. Отдых там в таком плане, что у нас нету сегодня фигурки. Но у моего старшего сына обычно по вторникам, именно когда вот казнь была Иоанна Крестителя, обычно по вторникам, он на баскетбол ходит и приводит Матюшу. Посмотрим, в этот ли раз приведёт. Прошлый раз отменили. В прошлый раз как раз я помню, потому что было 14 февраля. И я ему написала, а что ты Матюшу не привёз? Он говорит, а сегодня отменили. Наверное, отменили, потому что это ребята только. В общем, наверное, с жёнами они там праздновали 14 февраля. 15 февраля я тоже не поставила. На прошлой неделе было ровно 9 месяцев, как умер мой брат. Перешёл на тот свет. И сегодня тоже на Фейсбуке всплыла я поставила 2 года назад. В 21 году я бы хотела его зачитать. В общем, когда я убрала с денежной дотации свою мать и вот и брата, и мать. Ну, там дело не только в брате, потому что у брата психическое расстройство было, а именно в матери. Смотрите, сегодня, вот я всё время ставила вторники-вторники, Иоанн Креститель, он был казнён. Он не был реальный, это был реальный исторический персонаж, исторический человек. Это уже мы говорим о Новом Завете. И я рассказывала по вторникам историю Соломии, потом, как она вот... Этого в Библии нету, вот её именно судьба, её биография. Некоторые комментарии я тоже всё это выставляла, обычно, наверное, по вторникам. Были комментарии, там, мужчина насмехался, как, какой лёд, если вот, там, Израиль, Иудея, какой лёд. Ну, человек просто не интересовался и биографией этой женщины, которая стала царицей в конце своей жизни, и её даже вот фейс, не вот, не аптейбл был, а вот, вот, как здесь у нас Вашингтон, да, Джордж Вашингтон, вот, на монете американской, вот, на 25 центов, так и её, её лик, вот, её монету от Чекани, или это тоже я уже ставила. А теперь смотрите, сегодня я с другой стороны подошла. Во-первых, почему вот я именно в голубой? Так, я надеюсь, я потом расскажу. Я выписала количество работ с этих вот, которые я была в Аргентине. Значит, 7 работ. Но дело тоже не в этом. А здесь тема, тоже я просматривала в Фейсбук, и выплыла такое, портить людей не бедность или богатство. Я делала share, то есть делилась этим. Портить людей не бедность или богатство, а зависть и жадность. Вот. А это, я сейчас вам говорю просто, вот, вторник, второй день, второе мытарство, вторая заповедь. Вчера я ничего не ставила. Первая заповедь служит только вот Господу своему. А насчёт вот жадности и зависти, жадности, вот, не пожелания чего, то, что вот у этого, у ближнего, ничего чужого не жила. Ни жены, ни мужа, ни дома, ни денег. Вот смотрите, портить людей не бедность или богатство, а зависть и жадность. Ну вот, как же я это связываю вот с Аргентиной? Смотрите, я в Аргентине прожила пять лет. Первый год я жила только сама. И познакомилась, вот там вот эта вот первая моя работа, с человеком, которого потом вот я полюбила. То есть в начале вот эти вот первый год я настолько страдала за сыном, вот разлуки за сыном, что позволяла себе там и напиваться, это вот, и, ну, это, знаете, женщина, это меня может только понять, женщина, возможно, которая, знаете, вот была разлучена с ребёнком, и вот, которые твердили, что так надо, вот так лучше, так лучше. Или у которой отобрали этого ребёнка, знаете, вот, и она, ну, такой безбожный путь у меня был, потому что я была без бога. Вот в том далёком 98-99 году я была без бога совсем. Я вообще, я ещё тогда не встретила Смирнова, который заявил, вот, началось всё это, так бы, познание бога, с такого, знаете, вот, от чёрта, вот, который пришёл и заявился, и сказал, что он там, вот этот вот, чёрный сын отца, и вообще это всё моя вина, потому что я сама такая, вот, нечего вот эту вот конфетку хватать от всех подряд. Нужно следить за своими собственными путями. Вот, как Козьма Прутков сказал, ничего не просите, вообще ни у кого ничего, и особенно у сильных мира сего. Вот, и здесь же это и к людям подходит, и вот, и Господу, и, ну, смотрите, когда вот я была в ужасно, вот, когда мне и кушать нечего было, и, ну, в таком плане, что мне не пришлось на паперте стоять, или когда вот я ехала с работы, вот я просила работу, муж сейчас в джиме, час дня, муж в джиме, я просила работу, и, когда вот, ну, чтобы покупать самой вот этот вот хлеб, они стоят на паперте, но я никому, знаете, вот не пожелаю вообще, вот так, как люди стоят вот и просят, я не знаю, что у них случилось, если я, вот, коснулась дна моего, было то, что я вот пила и курила табак, вот этим, когда заливала все свои, вот, количество горя, которые, вот, ну, все эти испытания, которые выпали мне на голову из этих вот, с моих девятнадцати с половиной лет, когда меня там проиграли в ресторане, вообще не знаю, как вот в том Львове, золотая молодежь, потом тут же, вот через два, через какой, через месяц меня, да меньше через месяц, они проиграли меня, когда на сессии была в январе, а вот этот вот жених, летчик, с Вельнуса меня бросил через две недели, вот, причем взял мою, мою честь, вот, я здесь все буду говорить о зависти и жадности, это именно, вот, вот те, те, мужики молодые, те золотая молодежь во Львове, насколько я поняла, они вот, ну, вот, захотелось им, вот, зависть, а это же не по чужому, не по желанию чего чужого, вот, и раньше им все сходило, это с рук, а тут вот я попалась, которая девушка была, да, и они мне предложили другой вариант, значит, как бы это не видно, но вот, 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 вот это, вот эти, значит, и я выбрала, подумала, что лучше вот сигануть, ну, с той табуреткой, когда я рассказывала историю, и, слава Богу, вот, Господь отвел вот этого ужаса, и тут же я попала в лапы, опять же, проделок Рогатова, вот этих вот испытаний, вот, с этим вот, ну, с Вильнюса, который потом вот взял и растоптал, и не просто растоптал, даже, и вообще не приехал, ему это было бесплатно, этот летчик, закончивший академию летную, вообще, и вот, вот, оказавшийся, вот, вот таким, вот таким ничтожеством, на самом деле, вот, то есть, внешне одно, вот, вот такой вот лук, а, вот, посмотри, посмотри, а что, а что изнутри вылезло, а изнутри вылезло, вылез кошмар для меня, я же не знаю, что там полезло, вот, из него для других, но для меня, я рассказываю только для меня, а теперь смотрите, с Аргентиной, вот этот вот первый год, у меня, сейчас вам скажу, вообще, у меня было семь работ, вот, семь работ, и я даже записала, какие были черные, какие были по белому, вот, и я улетела, значит, первое, вот, напротив управления полиции, потом Пласа Кориентес, а потом я улетела, наведать сына, вот, я так страдала, и мне пришлось уволиться, с Пласа Кориентов, потом я пошла в Порто Мадеро, это все, я еще была без Артура, потом я перешла на, значит, самая центральная улица на Флориде, вот там, где бильярдные были столы, это вообще самая центральная улица Флорида, я вам говорю, у меня лучшие рестораны, лучшие, у меня вообще такая, вот, знаете, вот, сегодня мысль, дай бог долечу, сейчас я бы не хотела лететь в Аргентину, там очень красиво осенью, вот, если я в ноябре следующего года, вот, когда жараканда, вот эти вот сиреневые, вот эти вот деревья все цветут, и, жакаранды, или как она там называется, в общем, вот в то время полететь, именно в начале ноября, конец октября, начало ноября, и паркросс, вот, именно в ноябре бы слетать, и смотрите, это была пятая работа река лета, пять работ я за год сменила, самые лучшие, потому что мне нужны были деньги, на, чтобы вот привезти всю семью, потом у меня за четыре года было всего две работы, вот, первый год пять работ я сменила, и у меня выписаны, какие были по-черному, какие по-белому, и что там случилось, а вот это вот, и полета, которая работа, которая вот объявилась, вот это вот рамазан, смотрите, рамазан объявилась, когда мы уже не просто встречались с аргентинцем, вот этим вот Вальтером и Сигариве, а мы жили вместе, мы не просто были любовники, мы были сожители, а не просто мы были вдвоём, у нас была семья, потому что я его познакомила со своим сыном, мы вместе делили один кровь, всё это было на меня оформлено, абсолютно всё, все контракты, всё находила я, вот, и у меня тогда вот это вот была шестая работа и полета, и я понятия не имела, что, значит, он обхаживал, вот, и с первыми, в первый год, когда вот мы встречались, потому что я жила с девочками в гостинице, там для синерии, там вообще мужчин не было, то есть за первый год я понятия не имела, что он имел вообще ещё связи на стороне, он говорил, что ему хватает вот этих вот двух матерей его детей, трёх детей, вот он всё время только, и работа, 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 и вот я, теперь еще четыре года, когда мы уже жили с ребёнком, у меня сменилось всего две работы, две, вот и полета, которая была, нет, три работы, три, значит, три работы, пять работ за год, и три работы, вот, за четыре года, первая, это была и полета, где они просто издевались надо мной год, и не только надо мной, над всеми девочками-официантками, и там вот этот мужик, который разнёс грязь обо мне, он домогался девочек, вот этих вот, ну, вот этих официантов, ко мне он никогда вообще даже слова не сказал, вообще никогда, никогда никаких грязных предложений не было, но вот у меня подозрение, что он с Рамазан, они были любовниками, я Рамазан вообще не знаю, просто вообще от слова, потому что вещи, которые она вот написала, я когда там, позавчера ставила, что я типа, но она любовница, это любовница моего бывшего любовника, нет, она любовница моего бывшего сожителя, и отчима моего ребёнка, это огромная разница, начнём здесь опять, десятая заповедь, десятая заповедь, не пожелай ничего чужого, ни любовника, то же самое, вот, десятая заповедь, и теперь десятая, смотрите, первая, первая заповедь, вот только Господу служи, первое мытарство, пустословие и сквернословие, она очень сильно сквернословит, и вот эти вот апустословия, вот эти вот то, что она говорит, ну, она написала, я буду обелять своё имя, вот, я буду обелять своё имя, вот я в таком плане, а она написала, ну, гадкие вещи про меня, и, что я якобы, там, что-то этим, вот, там, с каким-то, в общем, они там смеялись, и вместе, вот с этим Вальтером, ну, первое мытарство, вот, а мысли какие у меня, у меня Артур, он, он у меня очень такой, devoted, посвящает себя Господу, но он очень любит Господа, и он, мне всё время, ну, вот мне очень часто говорил, вот, ты моя религия, ты моя религия, и вот он любил, эти вот, маечки, одежду одевать, поменьше религии, побольше веры, так вот, дорогие ребята, я вам скажу, протестантов, что объединяет протестантов, протестантов, православных, и католиков, объединяет религия, а веры у нас реально разные, и Новый Завет, вот, что я говорила, говорится, что вот спасётесь, будете вот по вере, там не говорится слово религия, там говорится, что вы будете спасены по вере, а вы во что верите, если, вот смотрите, православные, они верят в Матерь Божью, что вот в причастие верят, что это всё не по наружку, что это по-настоящему, и что на причащение надо ходить, и на исповедь надо ходить, и в храм надо ходить на литургию, и как раз вот те люди, которые говорили, ты моя религия, я могу сказать моему сыну, религии у нас с тобой одни, вот, одна, вернее, религия у нас с тобой одна, а веры у нас разные, а Библия говорит, Новый Завет, не просто Библия, а Евангелие, и послание Павла, и послание Иоанна Богослова, только уже у нас не Иоанна Крестителя, Иоанн Креститель книг не писал, он не писал, и он не был крещённый, и голову ему отрубили, если мне тут вот муж-любитель говорить, не осуждать, осуждать, это же самое, как Иоанну Крестителю сказали бы, а ты чего судишь, вот, кто ты такой, чтобы судить, а он именно у него всё, он обличал, он обличал Ирода, он обличал вот именно Ирода, а для меня Рамазан, она вот, знаете, как вот, жена того Ирода, и, и, а Ирод, вот этот вот, Эстегариби, вот самый настоящий, который, смотрите, моя первая самая работа, она была по-чёрному, вот там, где хозяин ресторана, меня якобы не хотел брать, и мне он допрос устроил, Чарли, мне допрос устроил Чарли, и он говорил, вот этот покой, который уже ушёл на тот свет, что Рамазанша говорит, что он в прошлом году перешёл на тот свет, и она там писала, и что её все друзья Вальтера любят, а зачем меня любить, меня, смотрите, меня сразу, этот вот, Чарли не взлюбил, и стал допрашивать, я пришла устраиваться, я понятия не имела, что такое работать по белому, не по чёрному, он мне сразу стал говорить, что я труча, труча, я уже знала, что это обманщица, и я стала возмущаться, говорю, что я не обманщица, так вот, этот весь ресторан работал по чёрному, а он мне, хозяин ресторана, давал 20 долларов в карман кеша, и всё, это всё было по чёрному, моя вторая работа была по белому, Пласса Кориентес, и мне пришлось уволиться, чтобы поехать и повидать ребёнка, а кто из этих всех коз, которые мне там, вот, знаете, кто-то там смеялся, или это вот, видите ли, говорят, что, я не знаю, это, наверное, в первом, какая-то Оля Парикмахер, Оля Парикмахер, гей, и с Рамазаншей вместе, я вообще не знаю, кто это вы, если вы меня могли видеть, могли меня видеть только в первом, в этом вот, первая гостиница, потому что Рамазанша, насколько, вот эта Оля видела меня, это даже не первая, это была третья гостиница, третья гостиница, говорит, говорит, что вот там дым от меня шёл, так у меня волосы, крашеные были, я ставила вот в этой, вот в этой год назад, я ставила, что я работала по 12-18 часов, и когда я приходила домой в 6 утра, первое, что я шла в ванну, я шла купаться, я душ принимала, потому что у меня волосы пропитывали, что невозможно было, они воняли, понимаете, что такое, воняли, у меня волосы воняли, потому что у нас топор можно было вешать в наших ресторанах, самых шикарных, я вам говорю, за все рестораны река лето, единственный ресторан, где, насколько я, я вообще там, этот вот, не помню, курили или нет, да, курили, там они все курят, даже эти вот, пласа кориентас, все курят, о чём она мне говорит, что там не курят, да, они все там, эти вот, все перекуривали меня, я их могла перепить аргентинцев, а перекурить их невозможно было, она мне, Рамазанша писала, что это, Вальтер не курит, расскажи мне, я официанткой была 5 лет, он это вот лазил, всё время высматривал, где я, что я, и я ему только приходила, чаевые не оставляла, и только эти вот, Санисерос, это пепельница меняла, она мне рассказывает за 5 лет, она влезла в мою семью тогда, вот эта вот коза, она для меня коза, если я овца, тупая, а она коза, именно коза вонючая, которая припёрлась, и которая вот, позавидовала, и захотела чужого, чужого мужика, а он был, а он был отчимом для моего ребёнка, вот отчимом, а мог бы стать отцом, вот как у меня сейчас Артур на фамилии Мартель, вот на фамилии моего мужа, а он бы, я бы могла поменять ему, потому что мы тогда были, на эти вот, по ДНИ, вот если бы мы расписались, а я хотела, чтобы мы расписались, он не обещал, два раза мне обещал, что он женится, и если бы мы расписались, если бы я стала из Павлова, я бы стала из Тегарибии, и Артура бы перевела тоже на Истегарибию, а это Рамазан вообще непонятно, откуда это вот, фамилия, и при чём тут вообще Истегарибия Вальтер. Теперь смотрите, первое, значит, первое мыторство, пустословие, вот, исквернословие, а двадцатое, это первое с конца мыторства, это немилосердие. Так вот, Рамазанша, ты настолько немилосердна, во-первых, ты меня вообще не знаешь, ты не знаешь ни моего сына, ни меня, ни Оля Парикмахерша, они вообще меня не знают, я с ними не разговаривала, я не общалась, может быть, эта Рамазанша приходила, если она любовница была, вот этого Хосе, и он там, допустим, её приводил, и может быть, откуда она знает, что я заикалась, значит, я подходила как официантка, вот это может быть, что я была как официантка, они смотрели на меня, вот в таком плане, я его просто предупреждаю, как Иоанн Креститель, если не покаетесь, свои души погубите, а это Чарли уже, я думаю, там же, досмеялся, долил грязь, так вот, почему я считаю Рамазаншу немилосердную, она немилосердно стала говорить грязь о ребёнке моём, она моего возраста, она стала говорить грязь о моём ребёнке и отце двух детей, он отец двух детей, она стала рассказывать, что он делал, когда ему было 10 лет, и, во-первых, ни я ей не рассказывала это, и что ей Вальтер рассказал, он же врать умеет, мой ребёнок этого не делал, он делал другое, и у меня записаны мои дневники, это не дневник, ведьма, а мне напомнило, как я одалживала на дорогу назад себе с Ипполита, у меня 70 копеек было на метро доехать на работу, а с работы у меня не было денег на метро, на метро не было, а пешком там не дойдёшь, вы просто не представляете, как это далеко, Ипполита, ужасный район, жуткий район, вот эти вот 8 ресторанов, все шикарные, кроме вот этого Ипполита, Ипполита, это вообще у чёрта на куличках, знаете, где-то там, такое ресторан, первое, напротив вот Полит, это самый центр, Плаза Кориентес, шикарный, это очень дорогой район, вот это вот, там 4000, это Кориентес, улица Кориентес, 4000, там очень богатые люди живут, Порто Мадеро, у нас вообще, выход был прям, на эту вот, на реку, на воду, там шикарно, просто, место, это просто нет, два этажа, река Лето, потом вот эта Флорида, два этажа, она вообще на центральной улице, это как на Дерибасовской ресторан имеет, река Лето, то же самое, это там, где вот это вот центральное кладбище, на которое все люди ездят, чтобы только посмотреть, прямо там была итальянская пиццерия, и Поле-то вообще, в глухомании лесу, это был ужас, но там было по белому, там было по белому, и я не хотела начинать по черному, и они меня просили, как вот эти все три хозяина ресторана, я столько для них сделала, я там и мыла, я там и убирала, то есть ресторан, он с нуля начинался, мне столько, мне не доплачивали, потом знали, что я эту еду, вот эту вот еду, тарелку еды, я половину съедаю свою, вот повар, он понятием, вот он дает всем, вот тарелку по тарелке еды, я съедала свою, вот свою, брала тарелку еды, съедала половину, вторую половину, я сыну несла, потому что у меня чаевых не было, у меня сколько у меня было, что у меня дни чаевых не было, так они мне вот так вот такими буквами написали, еда только вот, значит, на работе для сотрудников, чтобы кушать здесь, еда я воровала, я у них, а вот этот вот итальянец, знаете, что я подозреваю, у него, наверное, или эти дедушки, или эти вот, какие-то фашисты, потому что он оказывается очень богатый, очень богат, но он такой подлый, он такой подлый, если он с этим вот этим вот, Чарли этим вот, чтобы я с этим, смотрите, у Сигариби у него вообще нету итальянских корней, он вот этот вот, почему я с ним там связалась, он себе местечко в этот вот, аргентинец, и мама, и папа, то же самое, а с итальянцами, глаз, до глаз я бы выяснила, они были его предочки, если бы он был итальянцем, вот с этим Хосе, почему я вообще с ним никакой, Хосе вообще не впишется у меня в башке, у меня фотография есть, надо допечатать, у меня, я нашла эти, маленькие, я все с собой ношу, и прищепки эти вот, и перетаскиваю документы, у меня с этих вот, у меня там где по белому тоже все распечатки есть с работы, даже сколько я зарплату получала, вот, и остались негативы, вот, а я купила специальную машинку, я ставила, и я сделала, уже нормально, но их просто распечатать, надо, чтобы показать, так вот, этот мужик запросто, он мог себе сколотить, говорили, что он очень богат, он никогда ко мне не заезжал, я вообще не знаю, я не помню, есть ли у него там жена, не жена, дети, кажется, есть, но они там так гуляют, так гуляют, но я бы никогда не связалась с итальянцем, с румыном, потому что у них в корнях, может быть, или вот с евреем, почему я, знаете, ладно, евреи, вы сами пока в покое, этих вот, почему они с итальянцами, ни с немцами, ни с румынами, потому что они воевали против моего дедушки, из-за их предки, их предки, посадили моего дедушку в концлагерь, если он не дедушка, дедушка Гриша, во всяком случае, он был не дедушка, вообще, похоже, они, ну, по этим, по ДНК, ну, вот я просто вам говорю, что вот так, Оксана, она бы спросила, слушай, а у тебя эти, причем тут вообще деньги, а у тебя родственнички не служили на Гитлера, хотите верьте, хотите нет, в Барилочи, там у них целый этот вот, немецкий этот вот, и итальянцы, и румынами, особенно итальянцы, а я жила вот там, вот как раз на пласте Италии, с виду они такие, знаете, все такие вот, божьи одуванчики, а что делали их бабушки и дедушки, может быть, у них, знаете, вот как у меня абажур из материала, а у них из кожи человеческой, и огромные эти вот персни, может, у них из зубов переплавленных, так вот, не милосердие, так я вот Рамазаншу предупреждаю, я была очень милосердной, я с ней по-нормальному, я говорю, а ты вообще кто? А, потом написала, а ты мочалка, это вот, мочалка из тигариби, мочалка, помните, это вообще я не оскорбляю никого, вот как раз, вот почему я в этом, в прошлом году я говорила за калейдоскоп, дура, дура, дура твёрдая, так что, хотеть, чтобы я была бля-блянда, вот, ты вот, а мне как раз всё наоборот, а я вот дура, ага, вот я как раз такая, вот и твёрдая, ага, твердолобая, я овца тупая, именно тупая, дурная, но не козлина вонючая, а Рамазанша для меня, коза вонючая, вот есть разница, в Новом Завете говорится, что Иисус Христос придёт отделить овец от козлов, и баранов, вот смотрите, овец от козлов, и независимо от пола, так вот, Рамазанша с этой Олей парикмахерши, которую я вообще не знаю, для меня они, насколько я вижу, козы мужского пола, вместе с этими вот, с остальными, так вот, они вспомнили грехов, грехи молодости, это где, в Библии говорится, Давид говорит, я Господь, я только против тебя согрешил, Господи, не это вот, не упоминь, не напоминай, вот, прости мне грехи моей молодости, потому что тупой был, ну, так же и со мной, если Давиду вот, вот это прошло эти, все, все псалмы 150, а у православных 151, по православной вере, так вот, религия, это как раз, то, что есть еще одинаковая, вот, религия, а католики, православные и протестанты, а веры у нас разные, протестанты вообще не верят в причастие, у них это игра, это игра у них, а еще они оскорбляют вот ереси, насчет ереси, сегодня вторник, да, второе с конца, это 19-е мыторство, и ереси всякие, идолослужения, идолослужения, деньгам кто-то молится, каким-то домам, это все, я сегодня уже кушать детям приготовила, пыль сегодня кое-что посметала, заказала себе, там вот одну часть из мебели, со своих же денег, со своей пенсии, и плюс, да, даст Бог, отдам сегодня, это вот, не сегодня, вот сегодня, завтра, дочери я должна 500 долларов, ну и правда еще 600, я должна еще 100 долларов за фигурку, потому что вот через неделю уже заканчивается этот сезон, вот, а чтобы их стимулировать, ее стимулировать, я сказала, вот откатаешься, дам 100 баксов, ну так что расплачу, чтобы долгов у меня не было, и я же рассказывала в прошлом году, мои дети, когда приехали, а вот 21 марта, вот будет как раз год, как мои дети приехали сюда, вот сейчас 11 месяцев, как Артурчик и жена его, и вот Матюша, приехали сюда, Валюша еще была не беременная, и я говорила, делайте эту вот, делайте грин карту, делайте грин карту, и, значит, я им сказала, покажите мне грин карту, я вам выплачу эти деньги, я выплачу вот ту 1000 или 1100, что они заплатили, а им отказали, им отказали, пришла бумага, сегодня я уже поругалась со своим мужем, поругалась, я говорю, и у них документов, а не у них, а у нее, потому что он все время говорит, это Артура проблема, я говорю, это вообще не Артура проблема, она вообще не Кифара, она даже имя себе не поменяла, я ее сейчас спрашиваю, Валюша, а почему ты не Кифара, она говорит, ну и что, ну и что это, ну и что, ну а такие ангелы-хранители, ну вот, ну если ты такие тупые, ну если вот, ну что, если ну и что, ну если вам это не важно, мне лично не важно, какая тряпка на мне, это уже последнее дело, нету я переживу а сейчас вообще насчет еды великий пост вот перед пасхой сегодня овсянку поела на воде и банан туда покрышила и этот тост из спина барр и вот и детям уже наготовила кушать и и мужу тоже вот первая заповедь только богу своему служить 10 заповедь ничего не вот не пожелая чужого что мне писала в тем комментарии только вот что квартира не купили там и то и все и тех зависть смотрите завязи сделала не в квартирах она пожелала чужого мужчину чужого мужчина он вообще был занят занят нравилось это чарли может чарли ко мне неровно дышал а может хосе неровно дышал они же завидуют понимаете я когда шла по улице так там штабелями просто ложились там была немая сцена в этих в этих ресторанах во всех просто были были немые сцены фиром нет первые директор ресторана ничего ко мне нет вот не имела там чарли возможно позавидовал что вот устье гариби и такая вот и красавица появилась нас называли красавицы и чудовище белые черные разом тебя называют красавицы и чудовище нас всех так называли все так нас называли все не стесняясь красавицы и чудовище вообще говорили что ты с ним делаешь и как тебе вообще удалось такую девушку вот за арканец а я оба я подозреваю что он не подсыпал что-то совсем недавно я стала об этом думать что в гансию подсыпал я никогда с этими с веществами ну как их там как они там называются ну вот этим вот не имела не имела делами виду по работе а он как раз если он говорил мне я не проверяла его сумки он говорил что он там сумки но они там трафик ну в общем останавливали вот те вот незаконные те вещества и что он не там не по пакетикам а там машинами тоннами и там откуда я знаю я не спрашивала вот эти вот и хуя имею право вообще это это расспрашивать это вообще же я что шпионка вот это вот расспрашивать он сказал что он меня проверял все мне этого было достаточно он сказал что там проверяли и на работе хорки это его когда он еще сержантом был там кто-то майором был мута был действительно начальника чарли какой-то вот это же такое же несчастье было как какие-то как истигариби но уже там старший сержант я не знаю я не знаю был ли он капитаном я не знаю я не знаю я знаю что он был как человек отвратительным жутки и вполне возможно вот этому удалось подъехать а вот эти вот сидели и слюни знаете собирали так вот рассказала я и дала служение ереси этого 19 а вторая а вот 2 сегодня вторник это ложь мытарство первое мытарство еще идем первое мытарство пустословие сквернословие то что я говорю ни одного сквернословие и это не пустословие это все я говорю про шрамы на моей душе и на моем сердце а это не пустословие это мой опыт и а это моя жизнь это моё это моё это не чужое это не рамазан это никакой нет вот не парикмахерш и это моя жизнь это моя вот этот мой муж ходит я для него не его жена а он для меня мой муж вот папа государственными я не ведут по закону на этой стране вот сша когда иисус христос был и иоанн креститель не было страны сша но вот был видимый мир и невидимый видимые и невидимые и он креститель он не был не крещен он обличал и все кто мне говорят этого кто-то такая шуб судить а я не сужу я обличаю как этот вот как как иоанн креститель обличал ну за это ему конечно голову коцнули и тюрьму еще посадили ну вот и я свои знаете вот доверие вот то что я тупая овца как я бывшему мужу своему официальному подписала эти вот пустые документы его друзья а это его иди он привел двух своих дружбанов и я подписала и могла бы посеять в тюряху его засесть на лет 20 присягте чтобы сделать вообще с моим там вот моим луком или так далее и что было бы с моим ребенком и двадцатое мытарство я рассказала первое мытарство второе это ложь чарли вместе с хосе вместе с ириной рамазан и вместе с олей парикмахерша и вместе с людмилой которую которая меня заблокировала и с кем еще там смеялись с кем еще смеялись вот так вот я вот это хотел сказать и значить я рассказала сегодня вторник сегодня 21 февраля сегодня иона крестителя отрубили голову по вине салами отрубили по указу и рода за то что иван креститель обличал и радиаду вот ирина рамазан ты для меня вот как и радиада вот так вот которая пожелала чужого мужика на которое наверное я предполагаю это мое личное мнение смотри а что что ты любовница этого вот ну вот того это итальяшки этого итальянца того осыпай сеполита вот или его или чарли а как ты еще могла узнать вот как ты еще могла познакомиться с ти сети горели а откуда еще ты могла знать вот меня или как там я заикаюсь или не я не заикаюсь у меня ты а для меня ты его дни твое имя ничего вообще ничего не значит и я твоего ребенка вообще нет вот вообще не касалась а тем более как а когда он был вот ребенком это вообще уже не милосердие пстризовая от 20 не милосердие вот я к ней милосердно было ночью я мочалкой назвала потому что она знаете как это майдадыра читали вдруг из маминой спальни криво хромоногий и казак кривой до умывальников начальник вот и мочала командир вот это для меня сигаребя он мочала командир а я не его мочалка я не его мочалка я да я тупая овца но я не знаете я не не козлина я не козлина вот и разобрала с вами первая десятую заповедь смотрите и все это упирается видите вот первую богу только вот своему служите и и саю вот продолжаю читать глава 33 33 вот иисус христос был 33 лет пост великий напоминаю не считайте в общем иисус христос не спит еще раз повторю с этими вот с протестантами с католиками и вот и православная нас одна религия но веру у нас разные так что ребятки это на как раз наоборот моему любимому сыночку артурчику а вот я говорю что сынчка это как раз ты у нас религия вот с тобой у нас одна религия на веру у нас разные а я даже видите вот какая мама терпеливая верю верю что вы спасёшься вот и по вере и вот а у меня вера православная и на причастие надо ходить надо очищаться и причащаться надо с покаянием вот ходить на покаяние а я еще не не дошла вот на покаяние насчет того что я наврала тем а служба когда вот влюша оставила этих вот пупса матюху матюшку в машине а это здесь нельзя вот воруют везде детей жутко воруют нельзя ни на секунду это нужно здесь неважно город деревня какая страна это вот мозги надо иметь потому что видимый невидимый мир а дьявол даже не спит что вот эти вот видимые люди они не сами по себе ходят они вот направлен направляются демоническими силами вот я верю вот в такое которых я не вижу но слышу услышу и по плодам по плодам будут по плодам судите а духа всех проверяйте сказала не я а библия